В октябре 2023 года рудник одного из главных градообразующих предприятий округа Дальнегорского ГОКа отметил важную дату – свой 65-летний юбилей. Свою историю рудник открытых горных работ ведет с 1 октября 1958 года. Тогда распоряжением Совета народного хозяйства Приморского экономического административного района даталитовому руднику присвоено звание «Приморский горнохимический комбинат». Сегодня мы открываем окно в праздник и расскажем вам о людях, которые трудятся на благо предприятия и города, о планах и достижениях рудника и об истории единственного месторождения бора в нашей стране. Впервые в полиметаллических рудах и скарновых породах тетюхинских месторождений отметили наличие буросодержащих минералов – даталита и донбурита – ещё в 1931 году. С тех пор начались исследования, которые подтвердили уникальные залежи. И с 1957 года началось строительство горного комплекса. За это время была пройдена проходная штольня 250 метров, построены камеры дробления, рудоспуск, вентиляционные восстающие. В этом же году, 7 октября, согласно постановлению Приморского совнархоза, в посёлке Тетюхи был создан вечерний индустриальный техникум, который стал кузницей кадров для строящегося горнохимического комбината. Он выпускал специалистов в основном для нужд химического производства. И выпускники техникума зарекомендовали себя в дальнейшем как опытные руководители участков, смен и цехов. Многие продолжили своё техническое образование в высших учебных заведениях страны. В 1958 году, после постановления ЦК КПСС и Совета министров СССР по развитию сырьевой базы, остро недостающего в стране бора, начинается разведка Тетюхинского борного месторождения. С февраля по март 1958 года на склонах одной из сопок правого берега реки Тетюхи начинается бурение скважин с целью проведения разведочных работ по уточнению мощности месторождения датолитовых руд. Данные бурения показали, что месторождение более мощное, чем оценивалось ранее. И уже в октябре датолитовому руднику присвоено звание Приморский горно-химический комбинат, директором которого назначили Джум Александра Степановича. Начинается ввод в эксплуатацию рудника. 10 октября первым на работу на рудник принимается бульдозерист Алексей Шудренко с табельным номером 01. До конца года были оформлены на работу начальник рудника Сорока, горный инженер Торов, буровой мастер Лысенко, экипаж эскаватора Капшар и Лунчин, слесарь-инструментальщик Прокопович, разнорабочий Ранчин. С тех пор на руднике закипела работа. И уже в ноябре прогремел первый взрыв. Спустя 25 лет Валерий Приходько писал, эта знаменитая сопка с гранями гигантских рукотворных ступеней стала одной из достопримечательностей дальнегорского ландшафта. Здесь рокот бульдозеров и взрывы возвестили об открытии карьера по добыче датолитовой руды. Одновременно они возвестили о рождении нового предприятия под названием «Бор» – первенца большой химии на Дальнем Востоке. Первым начальником рудника был Алексей Сорока, а в последующие годы рудником руководили Никифоров, Зайцев, Приходько, Жуков. Последний и ныне действующий начальник рудника – Георгий Байгенджев. На посту руководителя он уже в течение 10 лет. Родился Георгий Георгиевич в городе Чимкент Казахской ССР. Закончил школу-интернат в городе Кентау. Там же получил красный диплом по специальности горный техник. После этого отправился в Санкт-Петербург, где получил высшее образование по специальности горный инженер в Санкт-Петербургском горном университете, после окончания которого по распределению и попал в Дальнегорск, где живет и по сей день. У Георгия Байгенджева два сына. Младшему 35 лет он пошел по стопам отца и занимает должность начальника горного участка на руднике. А старший сын, которому 39 лет, доблестно служит на специальной военной операции. На должности начальника рудника Георгий Байгенджев с 16 октября 2013 года. За время работы на предприятии он не раз был поощрен руководством ГОКа. Его фотография была на доске почета, а в этом году Георгий Байгенджев был награжден благодарностью губернатора Приморского края Олега Кожемяка. Как признается начальник РОГР, горняком он мечтал быть с детства. Профессия эта очень сложная и ответственная для настоящих мужчин. Работа очень сложная, работа мне нравится, работа очень нервная. Работа не просто так. Очень много приходится давать сил, энергии своей, то есть без остатка. А иначе не будет ни плана, не будет тех показателей, которые мы сейчас даем. Очень много надо решать проблем, надо работать не только на этот день, но и на перспективу. Самое главное, это самое тяжелое всегда работа с коллективом. Коллектив у нас довольно дружный, рабоспособный. Ну и просто самое главное его направить. Здесь у меня работает, здесь работает сейчас данный медначальник горного участка, Арсений Горькович Багенджев, мой сын. В принципе, со своими обязанностями справляется неплохо. То есть, тоже много сил отдает для выполнения производственных задач и планов. Ну и самое главное, он любит свою работу, как и я. Потому что без любви, без самоотдачи ничего у тебя не получится. Поэтому я думаю, что если взять все в целом, то я думаю, что мы движемся в правильном направлении. Начинается каждый рабочий день на руднике открытых горных работ с планерки. Подчиненные докладывают о текущей работе, руководством ставятся задачи, идет обсуждение плана и текущих задач. Но в преддверии главного праздника, дня рождения рудника, Георгий Георгиевич отошел от привычного формата совещания и поздравил коллег со значимой датой. Накануне этого праздника, юбилея, я хочу пожелать коллективу рудника, КТР, рабочим, приезжего здоровья, просветания нашего рудника, дальнейшей работы, естественно, повышения заработной платы, здоровья с семьей. Ну и чтобы мы действительно были в одной связке и выполняли, поставленные задачи директора. Что я могу сказать? И самое главное, еще раз я прошу всех, всех, при этом обратить внимание на работу с коллективом, работу со своими подчиненными, при этом выполнении прямых должностных инструкций, должностных обязанностей своих, в том числе и рабочих. Плюс к этому хочу передать, чтобы все начальники отделов и служб передали своим подчиненным, своим работам моё пожелание и моё начальнику рудника по поздравлению. Работа на руднике кипит 24 часа в сутки. Проводятся взрывные работы, идёт транспортировка горной массы на фабрику. Численность основного персонала, задействованного на руднике, составляет более 100 человек. Слаженная работа всех служб позволяет идти с опережением планом, а руководство предприятия предоставляет для работников хорошие условия труда. Благодаря исполнительному директору в последнее время зарплата увеличилась. Увеличились очень хорошо, не на 10, а на 20%. Я думаю, что работники рудника в данный момент зарабатывают неплохо, даём возможность им заработать. Я, по крайней мере, в последнее время не слышал, чтобы какие-то негативные были отзывы о руководстве на нашем, негативные, никаких слов и так далее. То есть, пожалуйста, если ты хорошо работаешь, если ты профессионал, ты хорошо зарабатываешь. И своим трудом на благороднике мы сделали благодаря руководству предприятия, предприятия мужской душ, душ, это годами не делалось, это сколько рудник существует, я имею в виду, АПК существует с 92-го по нынешний день, но такой капитальный за 3 года ещё не делалось. Вложено очень большие деньги. Во-первых, ремонт крыши большой, крыши был сделан. Ремонт третьего этажа, вы это видели полностью. Ремонт кабинетов всех, установка пластиковых окон везде. То есть, фактически, сейчас ремонт сантехники полностью переделываем. Ремонт диспенсерской службы, ремонт учебного класса. То есть, всё это требует очень больших положений. Что наше руководство, предприятие и делает. Вы сами видите, что и внешний фасад изменился, то есть, было побелено полностью за ним. Повышение заработной платы, своевременное предоставление рабочей формы и средств индивидуальной защиты, ремонт кабинетов и технических помещений рудника. Всё это направлено на повышение комфорта работников предприятия. А на страже их интересов стоит профсоюз. Если возникают какие-то вопросы в плане материальной помощи, если люди, там, операция, не операция, какие-то по здоровью, да, надо помощь, обращаются ко мне, мы находим какие-то финансы, чтобы, ну, не полностью компенсировать затраты на лечение, ну, хотя бы частично. Если у нас у работников рудника дети участвуют в каких-то конкурсах, в каких-то спортивных мероприятиях, выезжают за пределы Дальнегорска, сотрудники также могут обратиться ко мне, и мы также компенсируем какую-то часть затрат на проезд детей. Ну, слава богу, каких-то спорных таких моментов с руководством у нас, ну, чтобы сотрудники и руководство у нас не возникало, у нас в этом плане все хорошо, надо отдать должное Георгию Георгиевичу, он всегда идет навстречу, он помогает в работе профсоюза. И коллектив у нас тут дружный, слаженный, мы всегда стараемся помочь, если мы не можем своими силами, мы обращаемся к Матвееву Сергею Викторовичу, это председатель цехкома БОРа, не цехкома, а профсоюзной организации БОР. Вот, и тогда мы уже решаем вопросы, уже, так сказать, на высшем уровне. Ну, как-то вот стараемся привлечь в организацию новых членов профсоюза, ну, надо сказать, не все понимают важность этого момента. Но мы стараемся, стараемся поддерживать коллектив, стараемся решать какие-то такие вот вопросы, какие возникают. Ну, потихонечку, потихонечку, но идем в светлое будущее. Светлана Агеева исполняет обязанности председателя цехкома меньше года. Основная ее работа – это оператор диспетчерской службы рудника, связующего звена всего цеха, которая координирует производственную деятельность участков, служб и сторонних организаций, производящих работы на РОГРе. До этого я работала в цеху, в Борном, ну, и как два года я прошла на рудник работать. Сначала было страшно, потому что, если в цеху я работала с техникой, то здесь пришлось работать с людьми. А это разные характеры, разное настроение, надо было находить подход. Это, ладно, люди, еще новая специфика работы, новая терминология. Было страшно. На работу шла, прям, действительно, коленки прислизли. Но, надо сказать, коллектив очень хороший. Всегда все готовы прийти на помощь. Если что-то непонятно, объясняют, повторяют. Ну, сейчас уже как-то поняла работу, уже спокойно, уже, потому что диспетчер, это, ну, не просто человек, который сидит и принимает звонки. В паре с мастером мы ведем смену. То есть, от того, насколько правильно я передам информацию водителя, настолько будет у нас и сменная идея. Также у нас, не только мастер, Георгий Георгиевич у нас всегда находится на телефоне. Если что-то случается, можно позвонить в любое время, днем и ночью. Он даст, он все выслушает и разрешит ситуацию. Ну, и это вот о работе вот с мастерами. Также в коллективе у нас одни девочки, красавицы, которые работают здесь очень долго. Очень долго, там некоторые диспетчера, я имею в виду, они еще больше 10 лет работают. Грамотные специалисты, они смогут разрулить любую ситуацию. Звонок, там что-то, потому что, как мы говорим, в любой непонятной ситуации, звоните диспетчеру, мы все решим, мы все выровняем. Потому что, действительно, работа очень опасная, работа сложная. И это вот издалека, кажется, рудник такие, ну, полочки, полочки, полочки. А когда меня первый раз туда привезли, там полки по 12 метров, вот эти машины лежат. А когда завезли на отвал, я так вцепилась в поручень, в машину, чтобы мне кусочки побилили. Там высоко, страшно, а ребята же подъезжают туда и днем, и ночью. И они же выгружаются, вот, представляете, там сдать, выгрузиться, отъехать. И вот в любую погоду. И в дождь, и в снег, и в гололед, ребята работают. И в жару, это же невозможно, представьте, это вот водители, которые с нами работают, мы им отправляем в карьер. Они, какие специалисты, что могут и ночью, и развернуться там, и погрузиться, и выгрузиться, и загрузиться. А еще ночью загрузить, чтобы было вот ровно, не перегрузить машину. И не до груза, это тоже плохо. В общем, все тут зависит от слаженной работы, от слаженной, от взаимопонимания. И поэтому мы стараемся, мало того, что провести смену ровно, как я говорю, смена прошла ровно. Ну и всегда встретить водителя с улыбкой. Потому что, ну, все равно человеку приятно, когда он приходит, тебя встречают, улыбаются, пожелали хорошей смены. И он уже с хорошим настроением пошел на работу. Ну, как-то вот так вот. И водители, мы к водителям служили, они к нам с уважением. Ну, так вот и работаем. А прошла смена, ровно смена прошла, мы и план выполнили. Все довольны, и все хорошо. И не остановили ни фабрику, ни цеха не остановили. Потому что от нас очень многое зависит от того, как мы работаем. Если у нас, как у нас прошла смена, как мы сделали от груза. От этого очень сильно зависит работа остальных цехов, которые находятся дальше по стилю. Годы идут, времена меняются. А известность Дальнегорского ГОКа, как главного поставщика борной кислоты среди потребителей этого продукта, только растет. Основные покупатели борной кислоты в Азии – это Китай, Япония, Южная Корея. На западе – страны Европы, Северная и Южная Америка. Продукт, который производит градообразующее предприятие Дальнегорский ГОК, приобрел мировую известность. А начинает свой путь конечный продукт именно на руднике. Безусловно, рудник невозможно представить себе без горных машин – карьерных экскаваторов, буровых станков и бульдозеров, эксплуатация которых ведется опытным, квалифицированным персоналом – машинистами экскаваторов, машинистами буровых установок, машинистами бульдозеров, слесарями-ремонтниками и электрослесарями. Именно от знаний и умений горняков зависит надежная работа горных машин и продление срока их эксплуатации. Предприятие не стоит на месте и держит курс на стабильное развитие. Для рудника закупается новая современная техника. Так, за последнее время руководством были приобретены 45-тонные белазы, самосвалы-фаф, бульдозеры, экскаваторы и грейдеры. Рудник не стоит на месте. Он постоянно движет, движет, движет. Будет обновление техники, будет, соответственно, повышение производительности труда. В данный момент, при том, что появился грейдер у нас с дорогами, проблема отпала. Постоянно идет грейдеровка дорог, как в карьере, а у нас более 25 километров. И плюс к этому еще шептат, фабрика. Постоянно идет грейдеровка. На предприятии отмечают, что уже в конце этого или в начале следующего года на рудник поступит долгожданная новая буровая установка. Огромный вклад в развитие рудника вносит руководство предприятия. В лице исполнительного директора Дмитрия Рачкова. По словам начальника рудника, он всегда идет на контакт и помогает в решении любых возникающих вопросов. Благодаря нему рудник развивается и живет. А особой гордостью для рудника и для предприятия в целом являются, конечно, люди. Сотрудники, которые здесь работают, настоящие профессионалы своего дела. Дружный, слаженный коллектив, многие из которых трудятся здесь десятилетиями. Как долго работаете на предприятии? 30 лет. 30 лет. Весь этот промежуток времени вы работали на экскаваторе? Нет, сначала слесарем устраивался, потом уже на экскаватор перешел, обучился и перешел в экскаваторщик. Экскаватор грузит породу, руду, отводится на отвал, на фабрику. Как вообще условия труда на предприятии? Условия нормальные, хорошие условия. А в коллективе взаимоотношения? Коллектив у нас очень дружный. На руднике всегда был дружный коллектив. Вот сколько я работаю, хорошие люди. Работа с техникой требует определенного склада характера. Машинисты экскаваторов, бульдозеристы в любые погодные условия, как в 30-ти градусную жару, так и в снежную метель, должны выполнять свои обязанности, чётко соблюдая технику безопасности и указания вышестоящего руководства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор 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 А.Кулакова Сергей Грицай, помощник машиниста-экскаватора, работает на предприятии не так давно. А вот его отец Леонид Грицай больше четырёх десятков лет отдал работе на руднике, заслужив при этом не только уважение коллег, но и государственное признание. У меня здесь отец работал бульдозеристом, предприятие рабочее, зарплату платят вовремя, устроился сюда работать. И отец работал, сорок лет отдал предприятию, заработал шахтёрскую славу орденоносцев. Он, правда, здесь не один из бывших работников, уже живых нет. Да, и в основном уже то поколение ушло уже почти всё. Ну тут, насколько я знаю, три или четыре орденоносца шахтёрская слава имели люди. Ну как бы вот, всё предприятие шевелится, работает. Есть спортзал, есть сауна, всё как бы, если надо отдохнуть после рабочего дня, пожалуйста. Среди работников рудника есть и целые династии. Так, на сегодняшний день начальником карьеры рудника открытых горных работ является Александр Байгенжев, сын Георгия Байгенжева. Он родился и вырос в Дальнегорске, и после окончания школы и службы в армии устроился на предприятие. На предприятие я работаю более 13 лет. Сначала работал в сервисе цеху аппаратчиком, плавлением и фильтрацией. Далее я потом перевёлся на рудник, машинистом буровой установки. И параллельно учился на залочном горно-высшее образование. Потом отучился, стал на должность горного мастера и далее стал начальником горного участка. Начальником горного участка я работаю более 4 лет. Как бы, должность такая, скажем так, тяжёлая, но интересная. Что входит в обязанности начальника горного участка? Какую работу ведёте на руднике? В первую очередь мы выполняем план руды на фабрику. Это в первую очередь содержание 8,5% даталита. Также ведём горные работы в карьере. Это скрешные работы мы производим и добычу руду на шехтосклад. Соответственно, проводим там бурозурные работы. Вот, бурение блоков. Зурные работы. Работа на руднике, скажем так, 24 часа на 7. Работа круглосуточно. Постоянно у нас люди ходят по сменам. Даже эти эскаваточки, бурдозисты, машинисты буровой установки, горные мастера. Все работают круглосуточно. Рудник не останавливается. Даже вот плохие погодные условия, как, допустим, зимой снег, сразу чистятся дороги и сразу начинается работа. Нельзя обойти стороной и профильных горных специалистов, которых, можно сказать, собирают по крупицам. Такие работники занимаются геологическим обеспечением добычи руды. Это геологи, занятые в карьере, геофизики, картографы, маркшейдеры, горнорабочие геологического и маркшейдерского отделов. Сильная половина коллектива отмечает стойкость и выдержку прекрасных сотрудниц. В любую погоду, независимо от того, что за окном, они едут на рудник и проводят изыскательские работы и замеры. В среднем за смену, а это 12 часов, на руднике добывают около полутора тысяч тонн руды. Всего за сутки три тысячи. Этот процесс позволяет снабжать фабрику для бесперебойной работы предприятия. На сегодняшний день из недр добыто более 52 миллионов тонн руды. Выпущено датолитового концентрата порядка 23 миллионов тонн. По словам начальника Рогар, в 2020 году был разработан и введен в действие технический проект отработки датолитового карьера Дальнегорского ворного месторождения. Обеспеченность карьера извлекаемыми запасами руды при проектной годовой мощности рудника 1 миллион тонн руды составляет 101 год. За последние несколько лет предприятие Дальнегорский ГОК было оборудовано системой видеонаблюдения. Одним из первых еще в 2017 году этот процесс прошел именно рудник. Это дало возможность получать полную информацию о том, что происходит на руднике в конкретную минуту, в карьере и на отвалах. Благодаря видеокамерам появилась возможность улучшить организацию производства и технику безопасности. Например, загруженность горной массы автомобилей БелАЗ и автосамосвалов, соблюдение параметров селективной выемки руды в забоях, оценку безопасности и охраны труда на рабочих местах. Помимо этого, по видеокамерам геологическая служба рудника своевременно наблюдает грузопотоки и использует возможность постоянного визуального контроля направления движения забоев как добычных, так и отчистных работ. Среди прорывов рудника можно также отметить приобретение в августе 2021 года GNSS-приемника для маркшейдерской службы рудника. Применение спутниковых геодезических систем позволяет не только повысить производительность полевых и камеральных работ, но и улучшить качество маркшейдерского обслуживания горного предприятия. Также в 2016 году на руднике в районе усреднительного склада были смонтированы и введены в эксплуатацию автомобильные весы «Нимбус». Это статонные весы, которые работают в автоматическом режиме и позволяют отслеживать и контролировать объемы даталитовой руды, которые отправляются на фабрику. В этом году на базе рудника был открыт геологический музей. Миллионы тонн добытой и переработанной руды подарили миру не только важнейший минерал даталит, из которого производят борную кислоту, но и множество других полезных ископаемых, многие из которых нашли свое место в новом геологическом музее, открытом в управлении рудника открытых горных работ. Экспозиция насчитывает свыше 200 экземпляров, каждый из которых по-своему уникален. Геологи рудника собирали минералы дальнегорского месторождения на протяжении многих лет. Запасы со временем пополнялись, но выставлены на общее обозрение никогда не были. По инициативе начальника рудника ОГР Георгия Байгенжева и главного геолога предприятия Александра Хисамова при поддержке руководства предприятия, в апреле этого года была открыта выставка минералов – целый мини-музей. Центральное место в экспозиции занимают боросодержащие минералы, главный из которых – датолит. Этот камень зеленоватого оттенка – основной и самый важный ингредиент для изготовления борной кислоты, а также другие удивительные экспонаты. Одними из самых редких минералов в экспозиции являются уникальные образцы донбурита. Таких в мире менее 20, а с длиной кристаллов свыше 20 сантиметров – всего пять образцов, два из которых находятся на руднике и представляют особую гордость для предприятия. Как отмечает начальник рудника Георгий Байгенжев, коллекция минералов поистине уникальная, и каждый представленный внеобразец бесценен. В скором времени геологический музей станет открыт для всех желающих, а пока ведутся работы по оформлению экспозиции и наполнению выставки новыми экземплярами. Таким образом, жители и гости города смогут узнать как о работе самого предприятия, так и о богатствах недр дальнегорского месторождения. Говоря об истории рудника, нельзя не упомянуть тех, кто большую часть своей жизни отдал работе на предприятии – ветеранов, которые уже находятся на почетном отдыхе. Ведь, как говорят работники рудника открытых горных работ, гора – это на всю жизнь. Главный геолог предприятия был от этого Владимира Чебышева. Много о нем я раньше говорили, много раз по телевизору показывали, но очень существенным вкладом принес. Ну, соответственно, хочу еще раз отметить главного мастерства предприятия, который сейчас организовывается Модлика, Митя Чепленко, Татьяна Главина, ну и тех, которые действительно были для меня – это начальник рудника Приходько, Жукова, Олейникова, главный инженер рудника Бокровского и заместитель генерального действия по горному работам – это Асанья Николаевича Гришина, Чусова Сергея Юрьевича, главного маршира рудника Мажорова, она сейчас написана Татьяна Георгиевна, главного механика рудника бывшего драча, подкрытого, главного ангелетика рудника Москаленко, главного геолога рудника Стольникова, геофизика Савна, геофизика Краснорусского и тех, которые действительно многое сделали – это машинисты эскаваторов, это Козлова, Потапчака, Владинина, Кланту, Финцева, ну и недавно ушедшего на пенсии – это Моревого и Минища. Также я хочу вспомнить тех, которых я лично знал, вот этих знал – это машиниста бульдогера ДСК-55, Грицаева Ленина Прокопича, Масалова, Сосновского, Волкова, ну и машиниста буровой установки – это Никифорова, Гришина, Петкулева, Новика и многих многих. То есть можно перечислять их, но это получается целая приборка. Поэтому те, которые назвал на наших ветеранов, дай Бог еще раз им здоровья, благополучия и долголетия. Работа такого огромного предприятия – это сложный процесс, связанный с определенными трудностями и рисками. Горные работы на руднике, являющимся опасным производственным объектом, связаны с некоторыми особенностями. Рабочие места в границах карьера находятся в постоянном движении, как во времени, так и в пространстве, в отличие от других производств предприятия. Постоянно присутствует необходимость введения взрывных работ на разных горизонтах месторождения на горно-глубинного типа, имеющего как значительные карстовые пустоты, так и обводненность. Границы контура Дальнегорского борного месторождения находятся вблизи водной артерии, а существующая фактическая отметка нижнего горизонта плюс 120 метров над уровнем моря и ниже русла реки на 60 метров. Расположен карьер в черте города Дальнегорска, поэтому горные работы осуществляются с учетом всех этих обстоятельств. Начальник Рудника Георгий Байкенджев отмечает, что на предприятии внимательно и со всей ответственностью ведутся горные работы. Учитываются все особенности и требования федерального законодательства и нормативно-правовых актов, регламентирующих такую деятельность, ведь безопасность на производстве является одним из самых важных факторов. Развитие Рудника заключается не только в приобретении новой техники и модернизации производства, что, конечно же, является одним из ключевых направлений в работе всего предприятия, но и в людях, которые здесь работают. Рудник открытых горных работ Дальнегорского ГОКа – это прежде всего слаженный коллектив профессионалов и мастеров своего дела. Наша телекомпания присоединяется к многочисленным поздравлениям в юбилейный год и желает работникам Рудника Дальнегорского ГОКа отменного здоровья, терпения, внимательности, безопасности, надежности и уверенности. Будьте счастливы, стремитесь к своим мечтам и достигайте желаемого. Добра вам и успеха! А предприятию мы желаем процветания и развития на долгие годы вперед!